Лукашенко пригласил в Минск генпрокуроров России и Украины. Статья в Интерфаксе за 6 августа 2020 года. Он считает, что три генпрокурора должны решить проблему 33 богатырей. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить в страну генпрокуроров России и Украины, чтобы разобраться в ситуации с задержанными боевиками, сообщает Белта. Президент заявил об этом на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании. Чтобы снять эти досужие разговоры по поводу так называемых 33 богатырей, я попрошу генерального прокурора. Мы вчера долго разговаривали на эту тему с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ясно, о чем шла речь. СМИ об этом уже сообщали. Моя позиция была однозначной. У нас есть белорусские законы, правонарушения они совершали на территории Беларуси. Все то, что у нас сегодня в Следственном комитете выявлено, мы знаем. Цитирует агентство. Лукашенко считает, что генпрокуроры трех стран должны собраться, положить перед собой законы Беларуси и международные соглашения, заслужить доклады руководства Следственного комитета и КГБ и решить проблему. Не приедут. Вопрос решим мы без них. Добавил он, пообещав действовать на основании исключительно законов и очень важный нюанс человечности. Мы решим эту проблему. Никакой политизации быть не должно, подчеркнул Лукашенко. Нам не надо спектакли ни политические, ни экономические. И пугать нас тоже не надо последствиями. Мы знаем про все последствия. Не надо нас пугать американцами, натовцами. Не американцы и не натовцы сюда прислали 33 человека, если уж на то пошло. Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа. С 4 августа началось досрочное голосование. 29 июля Белта сообщила о задержании в стране 29 бойцов частной военной компании «Вагнер», целью которых была дестабилизировать ситуацию перед выборами. В совбезе Беларуси и Следственном комитете отметили, что у некоторых задержанных был опыт участия в боевых действиях в Донбассе. Поэтому в связи с задержанием группы в белорусский МИД вызвали временного поверенного в делах Украины в Минске Петра Врублевского. В Киеве заявили, что будут готовить документы для экстрадиции 28 из задержанных. 5 августа президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с Лукашенко выразил надежду, что этих людей передадут украинской стороне. Несмотря на этот разговор, официальные лица Беларуси пока не подтвердили согласие передать Украине этих людей, заявил утром 6 августа глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. В Москве отрицают намерение вмешиваться в дела Беларуси и выражают надежду, что задержанных скоро отпустят. По версии российских властей, это сотрудники частной охранной компании, которые летели в третью страну через Минск и ничего противоправного не делали. 4 августа в послании к Народу и Национальному собранию Лукашенко заявил, что задержанные дали показания и признались, что в третью страну лететь не собирались, а были отправлены в Белоруссию с приказом ждать. Лукашенко пригласил в Минск генпрокурора в России и Украине.